Добрый вечер, дорогие друзья! По традиции рубрика премии на благо мира стрим с героем дня. Наш герой дня сегодня выходит на связь из Белгорода и это замечательная певица, автор песен Катя Чистова. Добрый вечер, Катя. Добрый вечер. Я очень рада вас видеть. Мы познакомились примерно месяца два назад на вашем концерте в клубе «Китайский лётчик», где вы показывали последние достижения своего творчества, свои поиски группе журналистов, продюсеров. И хотелось бы узнать, конечно, сегодня в течение эфира, какие подвижки произошли после этого события. Но начать я хочу с того, что вы музыкант с очень большим опытом, с очень хорошим образованием, что, в общем, редкость сегодня. Кать, скажите, пожалуйста, как вам кажется, сегодня музыка – это отражение чего? Это отражение мысли людей, отражение чувств людей, отражение каких-то других потребностей. Вот если говорить о музыке в нашей стране сегодня. Здесь, мне кажется, так вот быстро не ответишь, потому что есть абсолютно разные люди по-прежнему. То есть те, которые не поддаются власти времени, направлениям музыкальным, которые полностью заселяют все радиостанции. Люди разные. Но то, что сейчас происходит, мне очень сложно описать, потому что буквально недавно я присутствовала на премии «Виктория», и там как раз были представлены номинации, музыкальные номинации. И было приятно, что хотя бы одна из этих номинаций была классическая музыка. Я очень удивилась и после премии долго думала, ну как же так вот, ну ура, классика уже поместили в ряд популярных таких премий. Но есть же другие стили, да, есть джаз, есть лаунж, есть кантри-музыка, есть много стилей, да. И почему в нашей стране эти стили, они как-то незамеченно остаются. И меня очень порадовало, что отметили там пианиста и дали ему премию как классическому музыканту. То есть я считаю, что все это зависит от премий, от того, как мы это вообще все позиционируем. Вот видите, сейчас власти такая денег больше, я думаю, и когда вся молодежь, она полностью погружена в то, как бы мне, что бы мне написать, чтобы это появилось в ТикТоке, чтобы это было там на верхних строчках каких-то соцсетей. И у нас механизм вообще музыки, он полностью поменялся. То есть если раньше мы, вся эстрада шла от мелодии, от гармонии, прежде всего там от мелодии, да, когда мы могли запеть песню и не думать, а какая там гармония, мы бы сразу понимали, что это за песня. То есть сейчас бывают песни там строятся на двух нотах, и ты не понимаешь вообще, что это за песня. А когда звучит музыка вместе с ней, то вроде бы, да, так симпатичненько звучит. То есть все вот так вот с ног на голову встало. Я, честно говоря, не знаю, что будет дальше, но вот это вот одно и то же, одно и то же, все одинаковые какие-то тембры, одинаковые вот эти вот фонетические, артикуляционные какие-то слоги, как они это произносят. Меня, честно говоря, душит. Я радио практически вот так вот не слушаю, только джаз, что-то такое, ту музыку, которая мировая, да, то есть она же остается, она никуда не девается, и я не знаю, куда движется наша молодежь, но дай бог, чтобы сохранялись музыкальные школы, музыкальные училища, чтобы получали образование музыканты, и я думаю, что они спасут как бы вот это вот то, что творится сейчас, ну а что будет дальше, мы не знаем все равно. Вот премии на благо мира 10 лет, и последних три года мы все время берем интервью с творческими людьми, с композиторами-музыкантами, с киношниками, театральными деятелями, с кинокритиками, с критиками музыкальными, и мы все на самом деле исследуем одну и ту же проблему, почему мы оказались сейчас в той точке развития культуры, в которой мы находимся, началось это на самом деле с темы безнравственности, да, но ведь темы, они же всегда рождаются общей ситуацией, и как стало понятно, истоки этой проблемы для каждого вида творчества разные, как ни странно, да, то есть для музыки одни причины, для, в общем, кино другие, для театра треть, потому что разные ситуации в разных видах творчества, там одно больше поддерживается государство, например, да, есть государственные театры, есть некая система, кино живет на частные деньги, но туда легче найти инвестирование, допустим, чем музыкальные проекты, и у каждого вот истоки проблем, они свои, но текущая проблема одна и та же, невозможно ничего продвигать без рекламы, а реклама заточена не на профессиональный контент, а как только падает профессиональная вот эта планка, падает и нравственная планка, потому что когда нас учат артистов, режиссеров, художников, музыкантов, нас учат на образцах, а образец дает тебе понимание, собственно, что хорошо, что плохо, ниже чего нельзя спускаться ниже какой планки, и мы, когда продвигаем премию, мы все время сталкиваемся с тем, что механизмы выдачи соцсетей, механизмы выдачи интернета работать на то, чтобы поднимать хайп-контент, хайп, грязь, вот эта вся жестокость, какие бы бюджеты мы ни лили, мы уже это проверяли, мы делали эксперименты, невозможно, то есть я уже могу консультировать на тему того, сколько чего мы куда потратили, чтобы продвинуть хорошие фильмы, добрые хорошие песни, хорошие книги, это очень и очень сложно. Катя, как вы считаете, нужна ли нам сегодня, возможно, какая-то новая музыкальная платформа или какая-то, может быть, новая музыкальная организация? Я сейчас говорю про ваше вид творчества, потому что это, опять же, механизм, который не может быть един для всех, которая помогла бы разным музыкантам себя продвигать, потому что премия на благо мира у нас есть номинация песни, да, вот песня любительская, я сейчас была профессиональная, планируем объединить все-таки, потому что очень много стало любителей, качество начало снижаться от количества, стало понижаться качество в любительском, это действительно свойственно контенте, где были бы равны некие условия. Вообще у меня есть ощущение, что нам не хватает некого честного рынка, может быть, у вас какое-то другое мнение на этот счет? Ну, я, конечно же, считаю, что мы сами воспитываем публику, это, я думаю, что это вообще все должно быть на уровне, на государственном, да, уровне, потому что то, какими мы увидим наших детей, что они будут слушать, как говорят, скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, кто ты, да, есть такое выражение, и что мы вложим в детей, а это образование, это образовательный процесс, он долгий, он сложный, и все то, что транслируется по телевизору на радиостанциях, это, естественно, впитывают наши дети, а дети, они, к сожалению, они не слушаются в тексте, для них музыка — это какая-то там аббревиатура, да, вот то, что поют молодые ребята, я не знаю, сколько им лет, там, 17-15 уже даже доходит, мне кажется, им пишут песни часто продюсеры, и они даже не знают, о чем они поют, смотрела какое-то интервью, а, по-моему, даже вот с Максимом я смотрела интервью, и она рассказывала, как она свой путь еще тогда начинала, и она говорила, что я даже не понимала, о чем я пою, она, там, маленькая девочка, пела о каких-то чувствах, эмоциях, о таких вещах, о которых, в принципе, еще она и знать не знает, и вот то же самое сейчас происходит, и дети цепляют просто какие-то словосочетания, они их повторяют, они их несут в массы, и наши дети, это как инструмент разноса, да, вот музыки такой однодневной, это, я не знаю, почему, но, почему как бы вот верхняя, да, вот эта верхушка, почему она как-то смотрит на это, ну, как бы, ну, так, это ерунда какая-то, и не контролирует, что подается, да, на радиостанциях, в телевизоре, мне страшно, вот честно, я не знаю, скоро, действительно, оазис будет музыкальной школы классической музыки детей, потому что, где они могут вырастить с нормальным вообще вкусом к музыке, с нормальным вкусом к книгам, да, к кино и так далее, потому что только, только там, мне кажется, педагоги могут воспитать настоящих личностей, да, сформированных, которые могут отличать, где черное, где белое, да, которые мне навязывают вот эту вот моду, да, то, что сейчас модно, как они будут ориентироваться в мире, я не представляю, потому что уже родители, которые были у нас, они с определенным, да, образованием, сейчас уже молодежь становится этими родителями, а она воспитана уже абсолютно на других фильмах, абсолютно на другой музыке. Ну, безусловно, мне кажется, что, ну, появляется уже, да, это и усадьба джаз, да, которая проходит, постоянно собирает и конкурсы проводит. Да, я согласна, что такой вот только хайповый контент, и это нужно этим жить, понимаете, что самое интересное, это ты каждый день должен думать о том, а как бы тебе вот так вот перевернуть свою музыку, свой там клип или еще как бы вот это вот так преподать, подать. То есть люди думают о вот каких-то штучках, фишках, и ты сидишь и задумаешься, а когда же они успевают просто сесть и написать музыку, например, да. То есть я сейчас, мне кажется, меньше даже появляюсь в соцсетях, потому что тоже, как, я не знаю, вода холодная на меня сверху как-то опрокинулась, и я поняла, что, Катя, надо заниматься продуктом, надо заниматься, надо больше писать, потому что это все отнимает очень слишком много времени, даже если тебе кто-то помогает что-то там выкладывать и так далее, это все равно твои мозги, ты должна контролировать, что ты выкладываешь, как ты пишешь, это все очень важно. И я думаю, что да, было бы здорово, чтобы была такая платформа, где музыканты могут находить и примеры для себя какие-то. До сих пор не понимаю, почему у нас не развит стиль музыки, в том, в котором я сейчас пишу, хотя до сих пор пока не понимаю, что это за стиль, вот те синглы, которые будут выходить скоро, почему эта музыка, она не популярна в нашей стране, и, как говорят, она не может быть популярна. Опять же, переворачивая сознание, может быть, кто-то-то должен все-таки идти по более сложному пути, не по тому, который уже проторен кем-то там. Вот такой вот инструментал, например, в моде сейчас, я тоже буду делать такой же инструментал, потому что он сейчас в моде. И просто идти другой дорогой, я думаю, что все равно интернет, он есть, да, сложно продвигать контент не хайповый, но тоже сейчас мы стараемся найти своего слушателя, достучаться. И я думаю, что в таком случае, в нашем случае музыкантов, которые пишут достойную музыку, хорошую, с хорошим смыслом, это только постоянство, постоянно писать, постоянно выкладывать, ну вот не думая о хайповом контенте, ну о конкретных уже каких-то сформированных вещах. Даже для примера, мюзикл у нас прошел 19 июня, очень долго мы подготавливали продакшн, и буквально только вчера я выложила первый номер, очень тоже от этого страдала, потому что я не умею вот так вот это быстро-быстро-быстро вот это все что-то такое вот сделать и поднять вот эту, знаете, какую-то пузырь вот эту вот волну. А когда ты начинаешь копать, и ты понимаешь, что это просто люди, которые умеют делать этот пузырь, а внутри ничего нет. И вот я незадолго до мюзикла приняла решение, что все, хватит, я больше не хочу идти по такому пути, лучше я исчезну, пропаду на какое-то время, но я сделаю что-то, за что мне не будет стыдно. То, что останется, и все-таки, когда ты трудишься, и результат выдаешь, очень хороший, грамотный, ну сейчас они не увидят, не поймут, кто-то не посмотрит даже с рекламы, да, которую мы запускаем, значит, следующий ролик будет, потом еще. То есть здесь просто у нас более длинный путь, вот и все. Ну вот кто-то не хочет по нему идти, всегда же хочется, да, быстро-быстро-быстро, и проблема сейчас нашей молодежи, в том числе музыкантов, которые пишут вот такую вот однодневную музыку, они хотят, вообще проблема молодежи, они хотят быстрый денег, никто не хочет работать. Хочет очень быстро, там, или раскрутиться, стать блогером, там, как-то на хайпе еще что-то. То есть все думают, ну, глубина исчезает вообще, она во всем исчезает, к сожалению. Поэтому, конечно, здорово, когда есть такие проекты, которые дают возможность объединяться, потому что, ну, по сути, да, если мы говорим про музыкантов, режиссеров, операторов, да, вот если этих людей всех соединить, то для каждого будет польза, потому что те же операторы для своих работ ищут, например, там, кого бы снять, да, те же режиссеры для своих первых работ, первых, вторых, я не знаю, третьих работ ищут музыку, да, и, конечно, это было бы уникально. Я, честно говоря, не знаю, есть ли такое, но эта платформа, она должна быть, конечно же, очень мощной, да, узнаваемой, потому что масса каких-то там платформ, иностранных, я в одной нахожусь, забыл, как она называется, но я не захожу в нее практически, но там тоже музыканты ищут, ну, ты просто пишешь, ты певица, автор, например, и музыкант ищет, например, певицу, он может там с тобой списаться, найти тебя, но это все как бы, ну, немного мелко, то есть это должно быть в таких больших масштабах, чтобы ты мог тук-тук и, например, достучаться до там какого-то именитого режиссера, да, который там раз возьмет трек-лист, прослушает, опа, я там пишу песню, вернее, фильм делаю про модельяне, например, да, бац, там у Кати Чистовой такая песня есть, и оп-оп, как-то все сложилось, и мы все полезны, да, друг другу, у музыкантов больше мотивация, потому что тоже это очень важно, чтобы ты был услышан. Просто еще очень важно, чтобы этой платформы был ограниченный профессиональный вход, то есть чтобы был ценз для, действительно, добавление только профессиональных музыкантов с определенными критериями, да, потому что вот, чтобы отметалась сразу вся вот эта вот шушера, которая, собственно, не имеет образования, не имеет знания, надо эту идею подарить Кушниру, я предлагаю по итогам нашего эфира. Да, я думаю, что здесь просто... Пусть пишут президентские гранты. Точно, точно, здесь должны быть просто, ну, какие-то люди сидеть с музыкальным образованием, которые просто будут отбирать по несколько треков, прослушивать и загружать, что вот это, да, музыка действительно достойная, то есть она каким-то критериям общим принятым будет прослушиваться. Я думаю, что да. Ну, раз заговорили о мюзикле, вышел летом релиз вашего авторского моноспектакля, как я понимаю, моноспектакля, да? Да, раз я, ну, как бы я же там не совсем одна была, у меня была девочка, был мой прототип, но она появлялась эпизодами. Это все равно моноспектакль, если вы основную часть тянете одна, то это моноспектакль. Ну, или концерт, мюзикл, я не знаю пока как его назвать, честно говоря. Когда мы с вами встречались на вашем шоукейсе, когда вы собирали СМИ и продюсеров для того, чтобы показать, что вы сейчас создаете, очень много мы говорили вам о том, что настолько разноплановые произведения, настолько разноплановые песни, что действительно, если их объединять в концерты, должен быть режиссерский ход, именно чтобы вы как актрисы являлись в разных образах. И, в принципе, для человека творческого это нормальный ход, когда мы, находясь в поиске, пробуем то-то, это все равно надо объединять в какую-то программу, в какой-то продукт, и вот как раз актерская история, она на самом деле крайне подходящая. Но мюзикл основан не на ваших песнях. Мюзикл основан на другой музыке. Мюзикл, прежде всего, основан на истории, которую мы придумали для него. И после этого из множества песен и русскоязычных версий мировых хитов мы подбирали, это был очень долгий интересный процесс, постоянно пели, пели, пели с режиссером. Я пела, и мы смотрели просто, какая песня встает, какая не встает. То есть, ну, был ряд песен, которые точно должны были быть. Были, господи, которые должны были быть. Это, ну, там, ЗАЗ, да, я пою свою версию на укулеле, играю, пою песню ЗАЗ. Это была песня Гетлаки на русском языке, All By Myself. То есть, вот мы какие-то такие вот... Опорные точки нашли? Да, опорные песни мы нашли, и дальше мы уже просто соединяли, да, вот одно заканчивается, другое начинается, как это звучит, чтобы это к истории подходило. В мюзикле, по-моему, 4 или 5 моих песен, и на тот момент просто еще не было некоторых песен, ну, еще аранжировки были недоделаны, еще не было какого-то вот такого концепта точного, и я какие-то просто песни не вынесла. Ну, во-первых, это был, это первый как бы, да, мюзикл, первый такой моноспектакль мой, серьезный, и я прекрасно понимала, что просто полностью его забить своими песнями, это будет, ну, как бы, очень рискованно, потому что наши люди, они все-таки, ну, во-первых, ты ищешь пока своего зрителя, слушателя, ты не понимаешь, кто он, и из-за того, что ты даешь им разные абсолютно музыкальные истории, они действительно были в разных стилях, даже академический вокал был, и джаз, и лаунж, и поп-музыка, просто в таком живом лайве, да, с дудками, с трубами, и ты просто, я просто понимала, что я должна людям дать что-то разное, да, чтобы им что-то понравилось, да, чтобы они ушли, каждый ушел наполненный, да, с моего концерта, и какой-то номер у него остался в голове, в дальнейшем, в принципе, это такая история, которая может заменяться, да, мы можем заменять песни, и сейчас, например, мы доработали песню «Любовь играет», «Небо плачет», еще появились новые песни, не успели сделать дуэт очень красивый, который мы написали с американским, с моим другом, он очень достойный, просто, ну, не хватило времени, и я думаю, в дальнейшем, ну, практически все песни, вот мы как бы, знаете, как будто бы переход, будем делать переход, да, о том, что мы говорили на закрытом концерте, да, что сделать моноспектакль, моноспектакль, просто вот эти два концерта, моноспектакли соединятся, я думаю, как-то так вот, но с другой стороны, мне уже жаль терять те номера, которые уже есть, потому что там и великолепный номер с пиджаком, песни Кисас я пою, очень много всего интересного, и посмотрим, время пока. А где это сейчас появляется в виде отдельных видео, где это можно посмотреть? Видео можно посмотреть и на моем канале YouTube, и буквально вчера, в общем-то, везде они появились, во всех моих соцсетях, во всех группах появился первый номер, вот, дальше мы работаем над вторым номером, и вообще готовимся повторить, на самом деле, мюзикл, посмотрим, как у нас ситуация будет вообще в мире. С ограничениями, да, в первую очередь, да, с продажами. Когда ты такой серьезный проект несешь в мир, ты, конечно же, зависишь от того, сколько вообще человек может прийти, потому что какую бы ты рекламу ни сделал, если зал на половину или там 30%, то это, конечно, тоже очень сложно, да, оплатить всех музыкантов, и все-таки музыка, это тоже труд, это огромный труд, да, и она должна все-таки тоже приносить доход постепенный, но от этого просто зависит дальнейшая, да, творческая деятельность артиста. Конечно. Кать, ну, что вас сильно отличает от общей тенденции такой официальной российской музыки, да, я говорю про то, что нам несут с канала в телевидение, к сожалению, потому что, ну, в общем, во многом проблема заключается в том, что люди, которые много лет определяют вектор отечественной музыки, такой официальной, да, который участвует в концертах правительственных, поздравительных и так далее, эти люди сильно уронили планку, то есть если раньше они пели песни, которые действительно возвышали человеческую душу, которые вели к какому-то свету, да, к пониманию и осознанию себя, каких-то процессов в мире, они резко вот это вот упали туда же, куда нас всех ведут вот все эти блогеры, и вся эта бесвкусная непонятная мешанина звуковая, которая толкается через соцсети очень сильно. У вас направление прямо противоположное, то есть вы певица чувственности, вы автор чувственных песен, то, что вы делаете, это не про мозг, это не про деньги, это именно про внутренние ощущения человека через образный ряд. Вы такой песенный художник, это очень чувствуется. Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы писать такие песни, вы как-то по-особенному настраиваетесь, или просто это вам приходит. И самое важное, вы же представляете слушателя, который, какой он, вот который это все слушает, каким бы вы хотели его видеть? Ну, это такой, на самом деле, очень для меня сложный вопрос пока. Сначала я думала, что мой слушатель одного пола, потом я поняла, что нет, это все-таки другого пола слушатель. Не могла понять возраст, да, и так далее. Ну, вот в последнее время, то как раз, в чем помогает Александр, да, и Кушнир Продакшн, все-таки мой слушатель, он такой интеллектуальный, интеллектуальный, который просто хочет, например, там о чем-то подумать, да, и может посидеть, если это какая-то такая вот композиция, лаунж-композиция, да, или вот даже песня Модельяне, у нее же очень сложный текст, но я, так как я на самом деле автор текстов не так давно, я не писала никогда тексты, и боялась на самом деле этого делать, потому что всегда считала, что люди делают это с ранних лет, и только так, и больше никак, но как-то так вот сложилось, что во мне открылся, да, вот этот талант, и когда талант открывается, в принципе, все уже наработками, трудом можно достичь, и я просто поняла, что у меня действительно есть вот это образное какое-то мышление, а слова это лишь, ты можешь выразить мысль даже просто прозой, а потом уже под песню ты образами просто подключаешься как-то вот к космосу, да, и составляешь картину, да, из своих текстов, что очень необычно и особенно, это то, что я, ну вот большинство своих текстов написала в самолете, когда были уже какие-то наброски из слов, и вот самолет только взлетает, а я, ну, как бы не могу спать в самолете, да, что он если устал, я открываю компьютер, я понимаю, что мой мозг, он как-то начинает работать, я сначала раз не поняла, два, потом на третий раз я поняла, что это как бы закономерность, я стала прям уже специально открывать компьютер и садиться, и вот что-то такое происходит, я не знаю как, но вот... Ну там же другие физические ощущения организма, естественно, видимо, это влияет как-то на вас. Прилив, да, какой-то крови, там давление меняется, и вот, да, и мозг начинает как-то быстрее работать, может быть, я не знаю. И вот та же песня Модельяни, которую как раз мы на днях будем записывать, она... Я пытаюсь как бы преподнести историю достаточно глубокую, но если вы просто слушаете ее, вы не понимаете, о чем я... Ну, как бы до конца, но вы понимаете, что я пою по художнику, там, какие-то такие слова, там, два сердца, три сердца, там, бьются в такт, шаг навстречу за тобой, то есть вы не понимаете, у вас нету отторжения, что это ужасная какая-то история, да, но те люди, которые смотрели фильм, которые знают, они поймут, возможно, да, или прочитают релиз, им захочется посмотреть этот фильм, да, то есть получается, что в данной ситуации я выступаю как композитор, про артист, писатель, я не знаю, автор, да, который через свою песню рассказывает и заставляет людей, там, может пойти и посмотреть, действительно, фильм, посмотреть картины, прочитать про его жизнь, то есть я как такой вот проводник, да, вот для тех людей, которые вот особо мудлиянин никогда не интересовались, вот, но на самом деле это произошло совершенно случайно, я просто отбирала, когда я поняла, о чем я хочу, о чем эта песня, так как она была написана, мелодия, да, ее была написана для детектива, был у меня такой опыт, и, к сожалению, или к счастью, не сложилось, я не отдала авторские права на эту песню, у нас там с документами просто какие-то такие небольшие трудности были, и с посыл мелодии был, именно написать какое-то, что-то такое трагическое должно было быть, и я начала просто перебирать, мне пришло в голову, я тут или где-то посмотрела картины, я не помню, мне пришло в голову именно моделья, ни слова, я, естественно, стала копать про него, там, какая у него история любви была, когда я открыла, прочитала, я была в ужасе, посмотрела фильм, и вот песня еще долго, кстати, лежала, я еще тогда так активно не писала текста, и просто какие-то наброски делала, и вот как раз в самолете я открыла, там, на второй или третий раз, и все как-то сложилось, написалось, и действительно, Александру прям очень нравится эта песня, мне кажется, она у него прям топ, топ хит. Дорогие друзья, к сожалению, время эфира очень быстро летит, а с Катей, с вами очень интересно говорить, безусловно, я надеюсь, что мы еще обязательно с вами пересечемся в эфире, безусловно, вас роднит с нашей премией то, что вы пишете для людей интеллектуальных, думающих, и главное, чувствующих, потому что думающих людей сегодня много, а чувствующих, к сожалению, не очень, такой мир, такие ценности, что отрубают постепенно чувственный ряд людям, но только благодаря таким, как мы, кто в это верит, это продвигает, и я думаю, что мы выручим эту землю и спасем ее от бесчувственности. Катя, я желаю вам удачи, и я надеюсь, что где-нибудь в феврале, марте, мы еще с вами поговорим, и вы заодно расскажете, что новое вы напридумывали в свете своих творческих поисков. Удачи вам, с наступающим Новым годом, и всего доброго. Всего доброго, спасибо, Оля, за то, что такие необычные вопросы, потому что очень хочется говорить о таком вот важном, нужном, и не всегда, не всегда в эфире слышишь такие вопросы, это очень приятно общаться с таким человеком. Спасибо большое, и счастливо, до новых встреч. До новых встреч.